Тут, в общем, возникает совершенно справедливый вопрос о зачем. Действительно, зачем же нам жизни полное декарту произведения выборок из двух таблиц. На самом деле, такое применяется очень редко, это какие-то исключительные случаи. Но, тем не менее, мы должны знать о том, что такая возможность есть и в необходимости мы можем ее использовать. Вот. Наиболее частым используемым видом соединений является некое ТЭТ-соединение, так называемое. ТЭТ-соединение – это такое соединение, которое содержит кортежи из декартового произведения, которые удовлетворяют некоторым условиям. В большинстве СУБД ТЭТ-соединения реализуются с помощью оператора UnenJoin. Тут сразу хотелось бы оговориться, что разные СУБД имеют разный синтаксис, как мы знаем уже, и в некоторых СУБД по-разному и есть отличие от стандарта, описываются операции соединений. Мы же сейчас будем говорить в основном о стандартных операциях и операциях, которые выполнимы в СУБД Майскую. Итак, операция InnerJoin или ее подвид, операция NaturalJoin, которая позволяет выполнить соединение с некоторым условием. И если это условие является эквивалентным, условием эквивалентности, то это называется соединением с соединением по эквивалентности или эквисоединением. Что же это значит? Давайте посмотрим на примере, какие результивающие выборки мы можем получить. Применительно к нашей базе данных типичным случаем будет, например, вывод списка продуктов с наименованием категории для каждого продукта. Сделать это можно с помощью, как мы уже сказали, оператора InnerJoin и оператора Silly. Итак, мы выполняем привычным образом выборку, например, всех атрибутов из таблицы Product и говорим, что мы хотим данные из этой таблицы соединить специальным образом с таблицей категории. Почему-то у нас нет подсказки. По определенному условию. Условием этим является совпадение идентификатора категории в таблице продуктов и в таблице категории. Всполняем запрос и получаем результат, состоящий из шести строк, каждый из которых содержит все атрибуты из каждого из отношений. Четыре атрибута из таблицы Product и два атрибута из таблицы категории. Мы видим, что каждая строка результирующего запроса удовлетворяет нашему условию. И при этом выборка осуществлена из двух таблиц. Особым вариантом, ну и наиболее часто используем, когда мы не хотим, чтобы дублировались столбцы в соединении, или может быть просто хотим исключить ненужные столбцы, мы можем указать явно, так же как и при использовании обычного оператора Select, те столбцы, которые хотим, чтобы попали в результирующую выборку. И тут, например, мы хотим указать, например, мы не хотим видеть идентификатора, мы хотим указать. Вот таким вот образом, да, мы хотим получить данные о названии продукта, названии категории и стоимости продукта из нашей базы данных. И мы видим, что выполнив этот запрос, мы ровно это и получаем. Название продуктов, название категорий и их стоимость. Для того, чтобы... Почему в операторе Select необходимо указывать, из какой таблицы выбираются данные. На самом деле, строгого требования такого нет. И в тех случаях, когда названия атрибутов не совпадают, можно не указывать название таблицы, из которой мы выбираем эти данные. В тех же случаях, когда интерпретатор SQL не может сам решить, из какой таблицы выбрать данные, если названия атрибутов совпадают. В этом случае необходимо явно указывать, из какой таблицы выборка должна осуществляться. Каждого конкретного атрибута. Также можно использовать так называемые алиансы, то есть, или краткие обозначения таблиц, для того, чтобы сократить наш запрос и сделать его поленаглядным. Ну, можно, например, для таблицы продуктов показать алиансы и в таблице категории алиансы. Ну, запрос стоит немножко короче. Но, тем не менее, будет так. Забыли использовать дальше наши атрибуты. Ну, и видим, что получили ровно те же результаты. Запрос стал немножко короче, может быть, в каком-то смысле понятнее.